Немало споров, друзья, разгорается вокруг того, что на 70-ку с новым двигателем уже 2.5, который А25АФКС, в техописании заявлен допуск 92-й бензин. Можно ли его сюда лить и вообще не ошибка ли это? Как так получилось? Ведь здесь степень сжатия 13. И сейчас мы это более подробно обсудим. Друзья, я вас всех рад приветствовать. Чтобы правильно понимать производителя, необходимо сравнить инструкции для сходных моделей японского, американского и европейского рынков. При этом сразу стоит сделать отступление, вот какой бензин есть в Японии. Это на самом деле тоже очень интересно. Ведь в Японии есть два вида бензина. Вот вы могли встречать в описании тоже там для некоторых непонятную надпись какую-то допустимый бензин. Там регуляр, там потом 92-й, 95-й и выше. Так вот, как раз вот регуляр это один из видов бензина японского. В Японии также есть премиум. То есть по сути в Японии два вида бензина. И начиная с 1986 года, вот под регуляр понимается бензин с рон не ниже 89, а с премиум рон не ниже 96. Соответственно, друзья, то есть поскольку в Японии офигительные заводы и действительно бензин очень хорошего качества признан, то как раз вот регуляр с рон не ниже 89, это и получается, ну по сути дела это второй. Это хороший второй бензин в нашем понимании. А премиум, соответственно, это 98-й, тоже хороший 98-й бензин. Вот такая вот картина у нас по Японии. Это немаловажно, ведь производитель ориентируется тоже, когда выпускает автомобили для внутреннего рынка, он ориентируется на бензин, который есть у него на рынке. И какую же в этом во всем роль играет, к примеру, степень сжатия, опять-таки вот здесь она повышенная, 13-я, непосредственный впрыск. И по какому циклу работает двигатель, вот здесь тоже немаловажно. Смотрите, вот сейчас вы все поймете. Друзья, А25А ФКС этот работает по циклу Миллера, вот здесь вот как раз тоже есть основа этого всего. Почему второй-то? Что это такое? В двух словах. При работе двигателя по циклу Миллера с сокращенным сжатием, впускной клапан закрывается значительно позднее, чем в цикле Отто. Из-за чего часть заряда вытесняется обратно во впускной канал и, собственно, процесс сжатия начинается у нас уже во второй половине такта. В результате эффективная, ребят, степень сжатия оказывается ниже геометрической, которая в свою очередь равна степени расширения газов на рабочем ходу. Друзья, вот сейчас более часто все встречается, да, геометрическая степень сжатия. Вот, так что вот паспортная, да, геометрическая степень сжатия соотносится с реальной, с реальной, ребят, совсем иначе, чем там два десятка лет назад. Поэтому как раз штатно на бензине регуляр со степенью сжатия 13 оно, по сути, и работает. Также непосредственный вспрыск, да, вот, который здесь, если, будем говорить так, там, комбинированный, давайте корректнее, да, там, некоторые пишут непосредственный, на самом деле, там, комбинированный. Вот некоторые владельцы, там, по-особому воспринимают это, руководствуются, да, там, высокими технологиями, то есть, высоким технологиям самый высокий октан. По сути дела, опять-таки, это не совсем так. Поэтому хотелось бы напомнить, что одной из главных причин первого внедрения вообще впрыска бензина в цилиндры была именно возможность победить детонацию, друзья. То есть, детонацию, позволявшая поднять степень сжатия и, соответственно, увеличить надув. Соответственно, нарастить мощность и использовать что? Бензин более низкого качества. Второе преимущество здесь. Мелкая дисперсия топлива способствует улучшенному испарению по сравнению с традиционным впрыском в каналы. В современных моторах, соответственно, может облегчить запуск при низких температурах. В итоге, друзья, сам по себе непосредственный впрыск при прочих равных не повышает, а понижает чувствительность двигателя к топливу. То есть, вот еще одно. Но, опять-таки, по какому циклу он работает здесь и какая она реальная, на самом деле, это тоже немаловажно. То есть, а вот вопрос, опять-таки, а почему же в инструкциях для автомобилей, предназначенных для Европы, пишут 95-й? Для ответа на этот вопрос и понимания подхода, было бы неплохо понимать вообще, какое отношение имеет Европа к местной реальности в целом и к японским автомобилям в частности. Последний с западноевропейской страной, а так будет, наверное, правильнее, не просто, да, там Европу говорить, а вот с западноевропейской страной с относительно массовым использованием 91-го оставалась Германия. Однако, друзья, в связи с падением спроса на, опять-таки, их нормал бензин, сети начали выводить его с рынка еще в далеком 2007-м и окончательно прекратили продажи в 2010-м. Поэтому, неудивительно и отсутствие в тойотовских инструкциях для европейского рынка, а точнее западноевропейского, бензина с октановым числом ниже 95. Вы скажете совершенно корректно, так подожди, тойота камри там в Европе вообще не продавалась, да, вы правы, правы, ребят, но подход к тойотам один, безумная масса других моделей, тойота продается в Европе, а подход один. И какие выводы из этого всего? Ну, друзья, конечно, мы не Германия, это абсолютно точно, мы не Германия. Вот, поэтому на заправочных пистолетах написано, порой, вот, не то, что отражается в реальности, да, и это надо учитывать. Просто нужно заправляться на проверенных хороших заправках. Но даже если вы нальете сюда что-то наподобие 92-го, точнее, там, первого, может, ничего страшного не произойдет, это точно. Я подчеркиваю, говориться хочу, речь идет, друзья, именно об этом автомобиле и об этом моторе, то есть даже не об этом автомобиле, потому что у него было два мотора в 2.5 версии, на самом деле там их было больше. А вот 2.5 был там один, который ставился еще 2АР, и да, вот этот вот новый. Поэтому, друзья, безусловно, именно поэтому, вот, я надеюсь, я более-менее доходчиво сейчас объяснил по этим причинам, именно в этот мотор можно, в А25 АФКС можно наливать второй бензин, если он действительно будет качественным вторым. И в описании никаких ошибок нет. Но, друзья, надо помнить, что мы не только не Германия, но также и не Япония с нашим качеством бензина. Поэтому, друзья, конечно же, заезжаем на заправку и заливаем сюда хороший пятый бензин, вернее, то, что написано на пистолете 95-й. Потому что лучше не ошибаться. Бывают разные бензины, тем не менее, страшного, ничего не произойдет, поэтому чересчур переживать здесь за качество бензина и стремиться к восьмому. Действительно, на этом двигателе не стоит. И действительно, в описании они не ошиблись с 92-м. Друзья, я вам всем желаю удачи, добра. Пока, до новых встреч.